А по себестоимости, насколько вы конкурентоспособны и кто ваш конкурент? Мы позиционировали, что у нас нет конкурентов. Квасных дел мастера братья Жулины уверены, покупатель соскучился по настоящему вкусу исконно русского напитка. Губернатору Олегу Чуркунову не приоткрывают тайны технологии. Квас дозревают в бродильнях, укутанных специальными рубашками при 37 градусной температуре. Перед этим он уже пережил процесс молочно-кислого брожения. Молочно-кислое брожение убивает все микробы. Если бы даже какие-то существовали бы там микробы, они просто все погибают. Квас по-пермски это значит без консервантов и даже без дрожжей. Только сухой квас, хлеб, сахар, дистиллированная вода и закваска. Результат хоть и недолговечный, зато очень вкусный. Начиналось все с домашнего производства и постепенно вышло за рамки. Теперь здесь, помимо самих братьев-бизнесменов, трудятся еще трое наемных работников. В будущей прибыльности предприятия они уверены, бодрящее действие кваса часто испытывают на себе. Можно даже попить и проснуться сразу иногда. Проснулась при каме и предпринимательская активность. Квасное производство братьев Жулиных стало одним из тех, что открылись в минувшем году. По данным налоговых органов, количество зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса выросло до 132,5 тысяч. Это на 4% больше, чем в 2010-м. Увеличилось и число вновь созданных рабочих мест. Идет рост малого бизнеса в Пермском крае, существенный рост. Думаю, что для этого есть основания, в первую очередь, в том, что мы как государство из бизнеса выходим и передаем на аутсорсинг очень большой объем услуг. Для Пермского края это одна из очень важных тенденций. Результатом трудов свежим квасом, приготовленным по дедовскому рецепту, угостили и губернатора. Готовясь к высокому летнему сезону, предприниматели наращивают объемы и думают о расширении ассортимента. В планах выпуск кваса с черникой, брусникой, смородиной, окрошечного с хреном и энергетических напитков на основе натуральных трав. Буду пить ваш квас. Елена Закирова, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.